итак ребятки всем привет в предыдущем видосики я поменял насос svd 160 на наш 3555 gilex да вот смотрите виду принципе сейчас все работает по той же самой схеме как все было она работает сейчас нормально но есть один нюанс вот смотрите танюш покажи чтобы там было слышно я даже на мой же микрофон дать смотрите он включится слышали он громко включился сейчас выключится слышали как удар вот чтобы таких ядра ударов не было мы сейчас будем ставить мы сейчас будем ставить инвертор про инвертор у меня тоже есть видосик вот здесь ссылочка есть как его подготовить к установке все я рассказал вот сейчас все что нам нужно будет сделать это что поставить сюда инвертор подключить насос к инвертору и заменить вот этот датчик давления который здесь у меня digital pump стоит мы его поменяем на датчик давления которые совместимы с этим инвертором все ну собственно говоря начинаем сначала чуть делаем обесточим и то и другое строчек стра с травим давление да кстати гидроаккумулятор стал заметно эффективнее работать потому что давление сейчас спокойненько троечку набирает видите да сколько он не знаю можно было сайте ради интереса но это мы все сделаем вот и до сих пор еще работает это походу даст на воздух и что там в этом гидроаккумуляторе был течить сейчас он весь выплюнет нормально тогда пару везер было наверное да что ты черт побери такое несешь вот и что делаем сначала вешаем инвертор я думаю повесить его вот сюда где-нибудь сверху чтобы было видно потом когда вертушок будем ставить его перевешивать будет более удобное место до подключил все по той же самой схеме что у меня было в том видео датчик давления и вкл вход-выход проводов повешен под на два самореза в принципе я думаю ничего страшного с ним не произойдет висеть всего лишь на двух так шурупчик чтобы не потереть томи так железо у нас много в этом что я не могу сказать все так вот и так 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 вот собственно говоря инвертор стоит сейчас мы поставим датчик давления и я думаю на этом все с ней так вот так вот кручу нет смотри-ка хватит у меня дури я к этому проводу вот кстати да я забыл это как говорил или нет про этот аварийный шнурок короче смотрите для чего сливной клапан нужен зимой когда надо сливать воду так вот пункт слышите до булькала он сейчас и системы слил всю воду обратно в колодец конечно с одной стороны не хорошо что из труб по пошло обратно в колодец на с другой стороны это лучше чем вода в трубе осталось и замерзла готова все откручиваем дальше вот обратите внимание стоял сколько-то сколько лет стоял тоже увиделся посмотрите историю когда я его поставил до сих пор работает и работает смысле я сейчас его снимаю потому что хочу инвертор повесить только поэтому пара оборотов ленты фум так все сил хорошо все эксперимент номер один ну собственно говоря вот вся система практически полностью переоборудована под работу с инвертором давайте испытываем насос сюда так включился должно быть уже нормально пока тебе надо искомое давление поставить сейчас он говорит что все нормально заполнился но он видите он сделал сейчас не одну 1 и 2 то есть у него стоял 1 и 2 1 и 3 чуть-чуть так и давайте поставим задачу ему давление сколько два с половиной вот сейчас он я расход воды прибавил ему он плавно перешел на самые большие обороты воду перекрываю все он заглушил его и сейчас через какое-то время тут вот эта кнопочка run перейдет положение full в смысле 100 что типа полностью заполнено и на этом инвертор остановит его полностью сейчас он его на маленьких оборотах где-то полминуты будет потерево все написано full инвертор доволен и давайте теперь опять включение посмотрим смотрите открываем воду давление начинает проваливаться включение насоса произошло плавненько и причем он по звуку слышно насос он регулирует обороты зависимости от того насколько сильно открыт кран закрыл кран плавно остановился гениальная штуковина прям балдеет но еще раз скажу научными данными не подтверждено что резкий старт и резкий остановка насоса каким-то образом вредно на него влияет да ресурс ну по физике должен уходить быстрее но не доказано поэтому нужен вам инвертор или не нужен вы решаете пожалуйста сами потому что по большому счету насос стоит не очень дорого в пределах десятки да покупать за пять рублей еще прибор который будет сохранять ему жизнь и возможно продлит его жизнь там в полтора раза не факт что это окупится поэтому имейте ввиду на этом собственно говоря все подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте колокольчики а с вами был амир гумеров канал рука job всем пока что открыть еще давай экспериментально экспериментально а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok